Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер 4. Напомним, что заявления по программе «Социальный туризм» в местном отделе социальной защиты начали принимать в 2011 году. Только за первый год работы программы было принято полторы тысячи соответствующих обращений. Популярность было легко объяснить. Государство выдавало участникам от 8 до 12 тысяч рублей на путешествия по республике, стране или даже за рубеж. Кстати, заявления могли написать пенсионеры всех категорий. Однако, начиная с апреля текущего года, претендовать на участие в программе «Социальный туризм» смогут отнюдь не все. В соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан от 26 апреля 2017 года номер 185 о внесении изменений в государственную программу развития внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан С 15 мая 2017 года заявления на участие в подпрограмме принимаются только от граждан, получающих социальную доплату к пенсии, предусмотренных федеральным законом о государственной социальной помощи. Однако нововведение не повлияет на очередь за сертификатами в рамках программы «Социальный туризм», которая была составлена до апреля 2017 года. Граждане же, ставшие на учет до 15 мая 2017 года, но не получившие туристических путевок в рамках реализации данной подпрограммы, имеют право на получение сертификата в порядке очередности в 2017 году без учета требований о получении социальной доплаты к пенсии. Но как быстро все претенденты на сертификаты смогут их получить неизвестно, ведь за шесть лет существования программы свои заявления написали более шести тысяч нефтекамцев. А вот получить сертификат удалось лишь восьми сотням счастливчиков, ведь ежегодно для Нефтекамска выделялось около двухсот сертификатов, а в этом году и вовсе двадцать восемь. Вероятно, поехать на отдых за счет государства смогут исключительно везучие, а главное – терпеливые горожане. Лариса Миронова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова